Леон, как вы относитесь к Христосу, Рождеству? Потому что это происходило вчера, и весь христианский мир праздновал этот праздник. А что говорить с вами? А мы вчера Шаббат праздновали. Но как же мы действительно относимся к этому, или как нам нужно относиться к этому? И я хотел взять несколько минут, чтобы поговорить об этом, я думаю, это важно для нас. И я думаю, что некоторые из вас тоже об этом думают, и я даже так же уверен, что некоторые есть такие, которые до сих пор одеты в одежды египтян. То есть идут вот с этой древней традицией. Во-первых, я хочу сказать, что лично я, я не верю, что Ишуа родился в декабре. И если бы это на самом деле было важно, то где-то в Танахе было бы написано дата его рождения. Я верю, что Ишуа родился примерно в Суккот. То есть это говорит о пророчестве, пророчество об этом напоминает нам. И он таким образом стал как шалаш для каждого из нас. Но не хочу именно об этом говорить сейчас, в Суккот мы поговорим об этом. Но откуда пришла вот эта традиция Рождества? Все это пришло от идола, в которого верили римляне, его звали Митра. Это был Бог Солнца. И как часто мы уже об этом говорили, это все выходит из Вавилона. И вот многие язычники того времени, разные даже народы, которые поклонялись идолам, они праздновали День Солнца. Это равноденствие солнечное 24 декабря. 25, то есть иногда оно чуть-чуть менялось. И потому что это солнечное равноденствие. Ночь самая длинная, день самый короткий. Но после того, когда Константин Великий, он произвел реформу и сказал, что теперь все становятся христианами в 325 году. Поэтому то, что они сделали, они взяли и вот этого идола, которому поклонялись, Митру. То есть они взяли вот этот день и поменяли на день рождения Ишуа, потому что Ишуа это тот, который приносит свет. Они связали это вот с Днем Солнца. То есть когда мы смотрим это с еврейской стороны, это просто абсурд. Но для еленов того времени, может быть, это было что-то, что было приемлемым. Но я хочу именно поговорить о рождении Ишуа здесь. И хочу подойти и посмотреть на это под другим углом. Практически здесь все родители. У нас есть дети. Также есть и дети, у которых нет детей. Кто здесь является родителем? Поднимите руку. У кого дети есть? Вот у вас есть дети. И вы их очень любите. Иногда дети не всегда себя хорошо ведут. Раздражают нас очень сильно. Правильно? Случается такое? И вот из тебя все кипит. Ты уже не знаешь, что с собой делать. Но потом ты успокаиваешься. И ты все-таки продолжаешь их любить. И вот эта любовь родителей к своим детям, если они нормальные родители, евреи. То есть они готовы где-то с собой пожертвовать ради своих детей. Да? Вам это знакомо? Не так уж важно, плохие твои дети или хорошие. То есть не важно, как они себя повели. Но вот мы здесь живем в Израиле. И не всегда мы дело имеем только с нашими детьми. Есть вокруг нас другие люди. И есть иногда люди, которые не очень приятны тебе. А есть даже такие, которых ты вообще терпеть не можешь. Есть такие у нас? Вокруг нас. Встречаются, наверное. Может это твой сосед, может на работе тебя кто-то так сильно раздражает. Или ты зашел в Битуах Леуми подать документы. Но тебе там ничего не сделали и не получили твои документы, которые ты уже полгода назад послал. И ты просто горишь в гневе. Или может быть компания Пелефона тебя как-то надурила. И вот ты видишь, как с тобой там обращается. И вот этот вот весь гнев вылазит из тебя. Что я хочу сказать? Вот за такого человека, который тебя раздражает, ты не хочешь жертвовать с собой. Никак, никаким образом. Ты даже ему ничего доброго не пожелаешь. Понимаете, о чем я говорю? Но в один момент какой-то случилось в истории так то есть это факт. И об этом мы читаем и в Танахе, и в Новом Завете. Что так сильно возлюбил Бог мир, что послал своего Сына Единородного. Чтобы он стал жертвой ради каждого человека, ради всего мира. И вот это вот мы можем только понять, когда мы говорим по отношению к тому, кого ты любишь. Но есть очень много людей, такие, которые не только не любят Господа, но они ненавидят Его. Они нарушают любую заповедь, которую только можно нарушить. Но есть такие, которые поступают еще хуже, которые поклоняются дьяволу, какие-нибудь сатанисты, ради того, чтобы оттолкнуть от себя Бога. Но в Писании написано, но и таких возлюбил Господь. То есть настолько велика Его любовь, что Он даже за них был готов отдать самое дорогое, что у Него было. То есть это отношение Отца. Ну вот Иешуа пришел на землю. И вокруг Него было много людей, которые Его любили. Которые бегали за Ним, говорили, учитель, учитель. Они говорили, мы готовы умереть за Тебя. Но были также и другие, которые никак не хотели Его принять и не уважали Его. Но которые кричали, распни Его, распни Его. Но Он согласился с тем концептом Отца. И получил, принял желание Отца, как свою, волю Отца, как свою волю. И стал жертвой за каждого человека. То есть это что-то, что находится на другой стороне. А с другой стороны находится сам человек. И вот ты стоишь, а готов ли ты это принять? Готов ли ты принять то, что Господь сделал для тебя? Для многих Рождество. Это просто написать красивую открытку и послать кому-то. Или пойти и сделать очень много закупок. И это настолько далеко от понимания вот этого существа. Это настолько далеко от того, что кто-то великий дал что-то для тебя, пожертвовал чем-то очень драгоценным. Но если ты да, это понимаешь. Если ты это понимаешь, то тогда рождение Ишуа становится для тебя актуальным каждый день в твоей жизни. потому что это то, что дает тебе направление прийти к Богу и обновиться. Так же, как когда-то Ишуа сказал Никодиму. Он говорит, вам нужно родиться свыше от воды и Духа прийти к Богу и попросить у Бога обновления очищения, обновления от небес, и чтобы Дух Святой мог дотронуться до вас, до вашей внутренности. И вот в недельной главе мы читали про Ифраима и Минаше. Они выглядели как египтяне. И я уверен, что они также заходили в какой-то храм какого-то идола, который принадлежит идол солнца. Но с того момента, когда Иаков, Израиль, возложил на них руки, то истинный свет осиял их. Не физическое солнце. Не идол солнца. Но Бог, сущий на небесах. И вот их именем до сегодняшнего дня мы благословляем наших детей. И в этом есть смысл праздника Рождества. Не в красивой открытке и не в подарках. Пусть Бог благословит всех. Боникарси.